Вечернее время один из перекрестков в центре Иркутска становится опасным даже для автомобилистов. Ведь огромную яму, которая появилась в результате ремонта дороги, практически не видно. Это видео прислал нам наш телезритель. И он снял даже два ролика. Один вечером, второй днём. Но обо всём по порядку в следующем сюжете. Шмяк! 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 А это уже день. Тот же самый перекрёсток улиц Карла Липнихта и Тимирязева в Иркутске. Машины здесь даже не едут. Они, можно так сказать, ползут. Причём на собственных бамперах. Стук немецких и японских бамперов об асфальт действует на водителей лучше любых знаков. Скорость на перекрёстке упала до нескольких километров в час. Причём этой проблеме далеко не первый день. Ремонт улицы Тимирязева начался ещё летом. Работы стартовали бурно и также эффектно закончились. Около месяца назад мы уже снимали здесь сюжет. Но не про ямы, а про рабочих, которые таинственным образом исчезли с перекрёстка на несколько недель. Спустя несколько недель после нашего последнего репортажа здесь действительно появились рабочие и спецтехника. Однако вопрос ям на стыке трамвайных путей и асфальтового полотна до сих пор остаётся открытым. Поиск ответа на этот вопрос привёл нас в городскую администрацию. Именно там объяснили. На перекрёстке действительно есть большой перепад высот между рельсами и асфальтом. Исправить проблему должны специальные резиновые плиты. Вот только, чтобы их положить, необходимо подготовить основание. В ближайшее время, до 15-го числа, подрядчик осуществит примыкание к этим резиновым плитам. До этого момента он будет подсыпать где-то асфальтобетонную крошку, чтобы примыкание было более-менее, так скажем, безопасно и для проезда было более комфортно. По-настоящему комфортно. Езда по этому перекрёстку станет только после того, как дорожники уложат асфальт. А вот когда это произойдёт, зависит от погоды, которая в середине октября в Иркутске, мягко говоря, непредсказуемая. Так что пока водителям областного центра лучше поискать альтернативный маршрут. Олег Фёдоров, Владимир Пинаев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова